Девушки отдыхают Попущаем молочко И вперёд к бабуле И вот снова эта дорога Снова появляется это правило Иди домой, где же бабушка, не сходи с тропинки Но Кармен у нас девушка легкомысленная И мы конечно же свернём с тропинки Иначе же нельзя Давайте-ка это как раз таки и сделаем Сворачиваем влево И давайте-ка начнём наше весёлое путешествие По этому прекрасному тёмному лесу Где обитает страшный волчара Ну ладно, мы его ещё совсем не скоро встретим Что же можно сказать про Кармен? Эта девушка Крайне легкомысленного характера Её мало заботит в будущее И Разработчики игры признали, что Образ Кармен самый неоригинальный Это такая традиционная Секси-шмексик, которую интересуют Только тусовки, клубы, шляпки Новоодежда, подружки И прочее За эту легкомысленность она конечно же поплатится Но её волк будет весьма для неё необычен Знаете, Кармен бы лучше подошёл бы в волк Рабби Такой плохой парень с района Было бы понятно, почему она бы с ним связалась Потому что он крутой Но Здесь Совсем другая история Волк у Кармен это Маньяк Дровосек Да, бывают и такие И что самое интересное Она решит С ним попить пивка И за это поплатится Потому что он её в конце концов зарубит топором Не правда ли прекрасно? Но это ещё не все Ужасы, которые можно узнать про Кармен Перед тем, как Зарубить её топором Кармен Переспит С этим дровосеком Причём переспит добровольно И это ещё больше Удивляет и шокирует Но Вы сами поймёте это Когда мы встретим этого дровосека Ведь Его внешний вид Оставляет желать лучшего Ну ладно Мы должны собрать ещё Один этот цветочек И у нас откроется подсказка Эх Давайте-ка заберём его Только не застрянем в дереве Как всегда Я же знаю Вы любите это делать Итак У нас активировалась ванна Вот это да Я уверена Я на 100% уверена Что ты её тоже Положишь в карман Потому что все Все В этой чёртовой семье Обладают магией уменьшения Они могут положить Абсолютно любой предмет Свой чёрта в карман Что это? Это телевизор? Кто-то выкинул Рабочий телевизор В лес? Ну ничего себе И ты решила посмотреть А где же розетка? Что это за магия? То есть Телевизор работает от От силы земли Ну ладно Оставим его Нам нужно ещё Добежать от той ванной Ну пока мы до неё бежим Давайте-ка посмотрим Что она скажет Про... Про что же? Что она скажет Про шприц? Думаю небезопасно Пробовать такое Не Разработчики говорили Что она легкомысленно А вы посмотрите Она говорит Здравые мысли Что-то Что-то здесь не так Это Это единственная Нормальная фраза От девочек Про этот чёртов шприц Потому что Самая младшая сказала Ням-ням-ням Вкусно А Раби вообще сказала Что может подсесть На иглу в любой момент Не Знаете Кармен похоже Обладает Разумом Ну Как бы то ни было Она всё равно умрёт Потому что Нефиг Пить Пивцо С дровосеками Ну мы сюда бежим До этой чёртой ванной И у нас опять темнеет экран Потому что Видимо мы Умираем Не можем мы долго бегать У нас сердечный порог Судя по всему У всех этих девочек Сердечный порог Ладно Бежим до этой чёртовой ванны Она Должна быть где-то здесь Итак Ванночка Давненько мы не мылись Надо Надо принять душ в ванной Действительно Это же так безопасно Принимать ванну Ну и где эта чёртовая ванна Мы уже столько здесь бродим Ладно Пока мы до неё дойдём Давайте посмотрим Что она скажет про Сапог Не мой фасон Совсем мне не идёт Да и размерчик Не мой Ну как вы можете заметить Вот они Все признаки Увлечения модой Её интересуют в одежде Красота и фасоны И Вы можете посмотреть На её прекраснейший прикид Итак 55 цветочков И Вот она Эта ванна И да конечно же Ты в неё залезешь И начнёшь мыться А потом положишь Все в карман Потому что иначе же Быть не может Боже мой Она же вся грязная Она в саже Ты Ты же в чистой одежде Туда села Ты О боже Я этому не удивляюсь Что она положила Да вон в корзину Нет Это было ожидаемо Да Вот кто-нибудь удивился Вообще этому Итак Кусочек мыла Немного тёплой воды Прочь еночества Какой кусочек мыла Какая тёплая вода Ты сидишь В какой-то саже Ты Всё Одежду Испачкал Хотя нет Посмотрите У неё попа не грязная Что-то Видимо у неё одежда Обладает отталкивающим Инфектом от грязи Какая Какая практичная одежда В небо такой Ладно Пока мы собираем цветочки Давайте посмотрим Что она скажет Про Про сам цветочек Цветы Вот кто-нибудь Подарил бы Мне Букетик Ах Никто тебе их не подарит Как бы ты этого не хотела Милая Кармен Ну мы собираем Ещё Ещё один Жёлтый цветочек И сколько нам надо Для следующей подсказки Ещё нам нужно Четыре цветочка И у нас активируется Подсказка Ну давайте-ка Продолжим Весёлое путешествие По этому замечательному лесу В котором Который абсолютно безопасен Ведь в нём не обитают Маньяки Нет Я никого я обману Как раз такие маньяки Тут и обитают Собираем ещё цветочек Ещё три штуки И Будет подсказочка Пять из семи Замечательно И вот ещё И ещё Ооо Как-то там целая поляна Нам повезло на этот раз Но пока мы их все собираем Посмотрим Что ты скажешь Про пулю Пуля С моим именем На ней Увы Что? Что это за фильм Особо опасен С моим именем На ней Ух ты ж Нифига себе А ведь прошлые девочки Не говорили Что на Этих пулях Имя сестры Видимо им абсолютно Наплевать Что Ихняя сестра Может пострадать Какие они бесчувственные Однако Так Что же ты скажешь Про Мишку из Чернобыля Мужчина И Женщина Господи Господи Кто это переводил Мужчина и женщина Раньше были Одним целым Разделёнными Мы скитаемся По свету В поисках Своей половинки Женщина Господи Иисусик Кто это переводил Что это за Надмозги делали Боги Да Ну ладно Собираем У нас активировалось Пиво Баночка с пивом Вот это Поворот Не Это конечно Прекраснейший Предмет И И мы реально Пойдём на баночку С пивом А ведь Кармен 17 лет Она ещё Несовершеннолетняя Она не может Пить пивцо Ах ты Ах ты Нарушительница Законов Нехорошая Такая Ладно Тут ещё есть Пару цветочков Мы их конечно же Соберём Так Давай Давай Берём цветочек Цветулёчек Замечательно Замечательно Прекрасно Но И давайте-ка посмотрим Что ты скажешь Про мёртвую птицу Животный мир Так жесток Выкидывают Друг друга Из гнезда Да Беда Печаль Но Мир Людей Ещё Хуже И ты Скоро Об этом Знаешь Кармен Итак Ещё Один цветочек И мы Направляемся На пиво Нет Это конечно Прекрасно Ориентир Баночка С пивом Ну что ж Вперёд Вперёд За пивом Да мы Я даже не знаю Кого мы сейчас Напоминаем Но напоминаем Среднестатистического Алкоголя Который Только пиво Интересует Так Вести себя Очень Странным Образом Потому что Я чувствую Что Возле пива Как раз таки И находится Волчара И мы сейчас На него Выйдем Но сначала Цветочек Итак Забираем Его Прекрасный Жёлтый Цветок Кстати У нас Больше не Активируются Подсказки Видимо Пиво Это наш Последний Ориентир И видимо Нам ничего Больше не Стоится Как Повстречать Своего Волка И конечно Волк Находится У нас Там Да В этом Самом Лагере Обитает Наш Волчара Мы Здесь Уже Были И не Раз И не Два Рубишь Дерево Да Я И нас Зарубишь Итак Лагерь Лесника Прекрасное Место Чтобы попить Певцо Да Что это Такое Это Сортир Палатка Закрыта Хижина Тоже Пиво Вроде бы Ещё Свежее И Костёр Ещё Тёплый Пиво Вроде бы Ещё Свежее Ну Нифига Себе Ты Можешь Подойти К этому Дому Я же Вижу Давайте Посмотрим Что Она С ним Сделать Как вы Помните Джинджер Этот дом Открыла А хватит Лёв Силён Кармен Давай Посостязайся Со своей Младшей Сестрёнкой Итак Ать Два Ать Два Не Получилось Эх Силёнок Не хватает Каши Мало В детстве Ела Бедняжка С фиолетовыми Волосами Ну что Идём Дальше Какая У неё Прекрасная Модная Походская Вы Это Заметили Итак Костёрчик Прекрасно О боже Девчуля В белом Ты Ты В такой Позе Там Сидишь Что Не Привлекать Различных Педофилов С такой Позой Это Может Плохо Для тебя Кончится Итак Берём Пиво Пиво Это же Так Прекрасно Хотя Нет Ты Просто Сел Возле Костра Нет Друзья Это Ничего Ни Хорошему Не приведёт Нам Нужно Встать И Дойти До Пива Иди К этому Чёртовому Пиву Милая Да Не Сворачивай Ты Из Дороги Просто Дойди До Пива Кстати Если Мы Пойдём К маньяку У нас Заденцем Топориком Вы Только Посмотрите Какой Прекрасный Работик Он Рубит Не Дерево Он Рубит Он Рубит Воздух Вы Только На Это Подглядите Прекрасная Кепочка С волком Нарисованным Да Господи Да Это Ещё Лысый Как Гоша Кусенко О Прекрасный Прикид Кстати Мужик Тебе не Напрягает Тот факт Что Какая-то Малолетка Отобрала Тебя Кепку И Сейчас Она Застряла В текстуре Палатки Тебя Это Совсем Не Напрягает Нет Странный Странный Маньячина Чего Не Скажешь Но Бери Чёртово Нет Ты пошёл Всё-таки Рубить Это Чёртово Дерево Да Что Это Такое Почему Эта Девочка Постоянно Нагинается Раком Что Это Такое Вы Пропагандируете Педофилию Итак О Господи О Господи Посмотрите На неё Она Как будто Богу Молится Что Это За Поза А Хвала Всевышнему Считает Какую-то Мантру Она Ладно Я Не Буду Ничего Больше Про Не Ничего Не Скажешь Ладно Наконец-то Мы Дошли До Этого Пива Бери Его Скорее Милашка Пиво Прекрасное Холодное Пивко О Хорошо Хорошо Пробрало Кстати У нас Активировался Какой-то Предмет Подсказка Давайте Отправимся На неё Охлаждённое Тёплое Кружит голову И разгоняет Кровь Ага А ещё Привлекает Маньяков Пьяные Девушки Привлекает Маньяков Не правда Ли Мы можем Сейчас Сесть Возле Костра И подождать Маньячину Но у нас Активировалась Подсказка В виде Какого-то Цветочка Боже мой Мы что-то Его потеряли Так Куда же Нам идти С этим Цветочком Надеюсь Это опять Не какой-нибудь Глюк Итак Цветочек У нас Где-то Там Да Почему Уже Не постоянно Меняется Эта Чёртова Камер Как же Ты Меня Задолбало Ладно Нет Я Знаете Я слепая Это не Цветочек Это Костёр Активировался Конечно Мы сейчас Его зажгём Давай Зажигай Кармен Я знаю Ты Огневой маг 80-го Левела Давай Жги Поджигай Ты Пальцем Ты Пальцем Зажгла Огонь Я же Говорила Все В этой Семьи Чёртовой Маги Маги Уменьшения Маги Огня Фаербол Мне тут ещё Буду начнёть Кидаться И Кармен Не надо Стоять В такой Сексуальной Позе Мягкий Свет Падает На мою Кожу Снимать Слой За Слоем Пока Я не Стану Совсем Чистой Для Тебя Снимать Слой За Слоем На что Это Намёк Посмотрите Как стало Темно Однако Дамы и Господа Как-то Успело Потемнеть Но нам Нужно Сесть На Эти Странные И ждать Своего часа Маньячина Должен К нам Прийти И так Мы сидим Такая Милая И совсем Подозреваем Что маньяк Уже идёт К нам Надеюсь Он к нам Идёт А мы Не просто Так сидим Столь заметить Ещё такой факт Эта девочка В белом Всегда Всегда Появляется На месте Смерти Наших Сестёр Вам не Кажется Это Странным А мы Всё сидим У костра А ведь Одежда Провоняет Кармен Придётся Стирать Её Ага Вот он идёт Наш Маньячина Ну что ж Давайте Познакомимся Со своей Смертью Итак Что же Мы Наблюдаем Вы сидите Возле Костра И он Смотрит На Кармен Как-то он Недобро Смотрит На Кармен Мужик Ты понимаешь Что он Несовершеннолетний Тебя ведь Посадят И Что это Всё значит Кармен Ты будешь Как-то Реагировать На происходящее Ага Итак Он предложил Ей пиво Ну конечно же Как можно отказаться От свежего Гладкого пива И девочка И девочка Застряла В этом ящике О боже мой Итак Что же Нас ожидает Дальше Итак Прекрасное Время Пробождения За Банкой С пивом И я даже Удивляюсь Почему вы Не находитесь Не на детской Площадке Ведь в основном Этот напиток Распивает Именно на ней Ну так или иначе Вы слышите Прекрасные звуки Которые Предвещают Нам вот Лишь одно Кармен Поплатилась За свое Легкомыслие Кармен Как и все Ее сестры Нашла себя Возле дома бабули Ведь волк Переспал С ней А потом Зарубил топором И жег тело Для сокрытия улик Вот так вот Но ничего Не остается Как открыть Эти ворота И попасть В дом К бабушке Кармен Хотела стать Роковой женщиной Но это была Лишь маска На самом деле Просто хотелось Внимания И любви И поэтому Она Поэтому она Докопалась До того дровосека Она хотела Просто попить С ним пиво Отдохнуть И расслабиться Но вот Каким последствиям Это привело Так что Не пейте пиво Со взрослыми Дяденьками О боже мой Что это на потолке Бабуля Смени дизайнер Он тебе вместо люстры Циркулярную пилу Повесил И так Мы должны идти дальше Опять Ага Кухонька Прекрасивший холодильник И там И там пиво стоит Да похоже Наша бабушка Увлекается алкоголем Кстати Обратите внимание На эти кресты На дверях Те самые кресты Были И на деревьях Которые Помечал дровосек Для того чтобы их срубить Такой же крест Он поставил И на Кармен Да И так Странная какая-то комната Стулья Возле зеленого пня Этот зеленый пень Символизирует Две вещи Первая вещь Это Загубленная молодость Ведь Кармен Погибла В таком Раннем возрасте Когда вся жизнь Еще впереди И вторая вещь Которую символизирует Этот Молодого зеленого Срубленный пень Это Ранняя потеря Девственности Какой кошмар И Все это находится Под водой Психоделическая Картина Не правда ли Нам нужно Добраться До той двери Ведь там нас ожидает Весьма Весьма Интересная комната Дамы и господа Этот Необычный Сруб Который мы будем И который Помечен этими Крестами Будет сопровождаться Интересными звуками Как вы можете Слышать Там Кажется Кто-то занимается Секасом При этом Слышаны Звуки Пилы И я думаю Понимаете Что залюзит Устроит автор Но именно Эти стоны Символизируют то Что Кармен Пошла на сексуальную связь С маньяком Добровольно И судя по тому Что Стоны ускоряются Дело движется К оргазму Но Давайте когда Завершим этот Пусть Этой комнаты Хватит Стонать Это неприлично Это же на видео Могут смотреть Маленькие дети И вот мы видим Поление И тут Наша могила Мы падаем вниз Но наш путь Еще продолжается О боги Видите этот ковер Видимо В этот ковер Завернул Маньяк Тело Кармен Чтобы Потом Сжечь Давайте Мы вошли уже На финишную прямую Да Этот огонь Символизирует то Что Тело Сожгли И никто Не узнал Ее смерти И Мечтают Потерявшись Безвести Но нам Остается Отвойти Только В эту дверь В дверь В которой Мы найдем Кровать Дерево И именно Здесь Нас Ожидает Смерть Сейчас Мы видим Картинки Которые Символизируют То Что Маньяк Зарубил Бедную Кармен Она просто Хотела Внимания Но Она За это Слишком Дорого Заплатила Подобрано Объектов Ноль Из трех Открыта Спецкомнат Три Из трех Пройдена Дистанция 648 метров Какая Однако Короткая Дистанция Встреча Нолков Да Пройдена И у нас Ранг Б Найден Лагерь Вот так И подошла Концу История 17-летний Кармен И у нас Дамы и господа Остается Лишь Одна Последняя Сестренка Это Скарлетт Она Самая Старшая Ее Историю Мы узнаем Уже В следующей Серии А пока что Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На мой Канал Всем счастья Добра До свидания Субтитры